Всем привет и добро пожаловать на мой канал Олда Телли Руиц, где я рассказываю о книгах, которые читаю и планирую прочитать. Добро пожаловать в новое влоговое видео. Я хочу устроить марафон тонких книг, потому что, если вы видели мои недавние покупки, большие довольно, то вы наверняка заметили, что у меня очень много каких-то небольших книг, по 200-250 страниц даже, может быть и меньше. И я думаю, что тянуть? Нужно с ними расправиться побыстрее. Поэтому я устраиваю сегодня такой вот марафончик. Это не 24 часа чтения, сразу предупреждаю, и даже не хотя бы три дня три книги. Я бы очень хотела, чтобы это был такой формат, но я сейчас такой ненадежный читатель в этом плане. Я могу быстро устать, а захотеть прилечь. Поэтому будем надеяться, что это хотя бы будет три книги за неделю. Это будет самый хороший результат. И я, наконец-то, сложила все книги, которые у меня не прочитаны еще на одну и ту же полку. Пока что они как-то сумбурно, если честно, стоят. Выбрала все книги, которые, на мой взгляд, читаются должны легко и очень тонкие. Из них я, наверное, выберу какие-то три. Их-то мы с вами и почитаем. Первую я уже, конечно же, выбрала. Она вот у меня стоит здесь. И эта книга «Меня зовут Люси» от автора Элизабет Страут. У Элизабет Страут я уже читала «Оливия Китридж» и снова «Оливия» продолжение. Замечательные книги, которые рассказывают об учительнице, живущей в таком провинциальном городке. И та серия мне очень сильно понравилась. Поэтому я решила, что хочу познакомиться дальше с работами Элизабет Страут. И у нее есть несколько книг из серии Люси Барт, я так понимаю, а возможно и нет. Ну, в общем, там есть пять-шесть книг, которые объединены одной и той же вселенной. Совершенно небольшая книга. В ней 191 страница. И причем такой шрифт еще очень-очень удобно читаемый. Мне уже нравится эта книга. И она рассказывает нам о Люси Бартен, которая оказалась после некой болезни в больнице. И когда она приходит в себя, то видит рядом свою уже давно позабытую маму. У Люси с родителями и вообще с детством связаны какие-то травмирующие воспоминания. И, возможно, эта книга такое небольшое путешествие в детские травмы, переосмысление очень сложных отношений отцов и детей. Почему-то, к сожалению, в этой книге рейтинг 3,5 на лайв-либе. Но я надеюсь, что она мне доставит удовольствие, потому что сложные темы я люблю. И, может быть, то, что я читаю на языке оригинала, добавит ей хотя бы полбала. И она будет для меня лучше, чем для большинства читателей. Как мы с вами построим стене? Скорее всего, я буду просто читать книги, показывать вам какие-то отметки, что получилось, сколько получилось у нее прочитать и за какое время. Для себя тоже будет интересно. Это ни в коем случае не какая-то гонка. Я не буду корить себя за то, что я не смогла за час или за два ее прочитать. Мы опускаемся с вами в это путешествие с удовольствием и минимум давления друг на друга. И когда я прочитаю ее все, то вернусь к вам с фидбэком, с моим отзывом и впечатлениями о ней. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И люди пытались на этом сыграть и подчеркнуть, что она недостаточно хороша. Ещё одна тема здесь, которая затрагивается, — это тема писательства, потому что Люси у нас хочет стать писательницей. Она посещает в рукшоп известной авторки или авторши, которая тоже, видимо, имеет какие-то проблемы, схожие с Люсей. Там такая параллель проводится. Вскользь она упоминает о том, как писала книги. И такая главная мысль о том, что у каждого писателя есть какая-то одна своя история, которую он, возможно, рефреном так повторяет из произведения в произведение и рассказывает её на разные лады. А может быть, наоборот, пытается избежать и никогда не касается этих тем в книгах. И мы понимаем, что вот для Люси такой темой является её семья и её детство. И мне так вспомнился Стивен Кинг, у которого многие герои — это писатели. И многие герои, так же, как и он, в прошлом страдал от алкогольной зависимости или там произошла какая-то авария с ними, происшествие, которое тоже с ним происходило. И получаются действительно какие-то жизненные ситуации, которые писатели прорабатывают и выплёскивают в своём творчестве. Ну, если совсем вскользь какая-то тема была затронута, то это брак и отношения, и о том, как вот как раз такие травмы детства и прошлого влияют на отношения с людьми, отношения с друзьями, с коллегами, с мужем, с партнёром. Но, как говорится в самом тексте, что эта тема не главная в книге. Она просто так вот вскользь упоминается. И расскажу о каких-то моментах, которые меня задели, которые меня поразили, возможно, или возмутили. Первое — это насколько Люси преданно и так с любовью смотрит на своего доктора. Человек, который по возрасту примерно близок к её отцу, и который проявляет к ней профессиональную заботу, и человеческую порой тоже проявляет. И насколько она готова за эти знаки внимания, за эти крупицы заботы отдаться просто. Ну, не в плане прямом, а в плане души. Она просто уже влюблена в этого доктора. Она к нему прикипела. И ты понимаешь, что эта привязанность, эта благодарность чрезмерная просто, она проистекает именно из вот этого сомнения, что кто-то может о ней заботиться так, что кто-то может проявлять к ней доброту просто так. Возмутил момент того, как, на каком моменте, точнее, они с матерью расстались. В общем, это, наверное, спойлер будет. Но, да, если вы будете читать или вы читали, то тоже напишите, как вам этот момент. Какой-то очень странный подчёркивает, насколько мать, по моему мнению, всё-таки жестокая. Было очень болезненно читать воспоминания о детстве. И не столько о тех травмирующих событиях, хотя, да, естественно, тяжело читать, но ты это ожидаешь как бы в этой книге по аннотации. Но скорее именно те моменты, в которых родители проявляли какую-то элементарную человечность, поступки обычные, но дети, потому что были лишены этой родительской любви изначально, превозносят эти обычные вещи в ранг совершенно просто проявления любви со стороны родителей. Ужасный ещё момент, как относилась свекровь к Люсе. По крайней мере, там просто один эпизод описан, что она сказала, как она представила Люсину вечеринке. Я такая, что? Вы это действительно сказали о ней? Тоже не буду спойлерить, оставлю вам на сладкое, самим узнать, что она там такое вычудила. И также здесь затрагивается тема болезни, естественно, потому что у нас главная героиня находится в больнице, она переживает очень сильно. Зато вернётся ли она домой? Смогут ли ей помочь врачи? Когда она уже сможет увидеть своих детей? Воссоединиться со своим мужем? И плюс здесь обсуждается тема ВИЧ, о том, как вот эта эпидемия, которая разыгралась, она уносила жизни многих людей, и как все реагировали, если видели худого человека на улице. Что все сразу думали, что вот он болен, инфицирован, и сама Люси тоже была худенькой и сталкивалась с такими взглядами. Я бы сказала, что книга чем-то напоминает ученицу Тара Вестовер, книгу, которую я тоже читала года два назад, наверное. В плане того, что описывается тоже история девушки, которая вырвалась из семьи, с какими-то дикими нравами, которые абсолютно были, как сказать, невоспитаны, что ли, которые, наоборот, препятствовали воздействию внешнего мира и оккультуриванию себя. Я понимаю, почему эта книга многим могла не понравиться. И на Гудриц, и на Элайвлибе оценка низкая, на Гудриц 3.5, ну 3.6 примерно, а на Элайвлибе вообще 3.3. Если вы хотите подходить к нему как к законченному цельному произведению, то, скорее всего, желаемого вы не получите. Она действительно выглядит как приквел, как начало некой большой истории, в которой, кроме вот этих важных тем родителей и детей, по остальным пробежались по верхам, подразнили так читателя, и все. Но я думаю, что в этом-то и цель этих небольших зарисовок — показать на примере каких-то жизненных ситуаций, различных, отрывочных таких, то, как нелюбовь родителей повлияла на дальнейшую жизнь Люси. И уже логично для меня, по крайней мере, что для того, чтобы углубиться в историю этой семьи, нужно читать серию дальше. Мне эта книга понравилась. Она не обеспечивает вас ответами на вопросы об отношении родителей и детей, отношений между людьми. Она, скорее, описывает отдельно взятый какой-то случай. Она не предлагает варианты, как нужно любить детей, как нужно поддерживать, выстраивать отношения. Она показывает один из вариантов, как точно не надо. И вдобавок учит эмпатии. И посыл ее такой, что если есть кто-то, кто ниже вас находится, по социальному, по финансовому какому-то статусу, то это не повод демонстрировать и подчеркивать это. Книга буквально умаляет нас с историей своей героини быть сострадательными. Не знаю, насколько в русском переводе она была адекватной, насколько ее можно воспринимать адекватно. Но, как я уже сказала, это скорее отрывочные зарисовки проблемы главной героини, которые пытаются ее записать и скорее понять, с чем ей работать дальше. И даже если в целом какой-то художественной огромной ценности эта книга не представляет, но темы были описаны жизненные и трогающие. Поэтому я думаю, что книга достойна того, чтобы открыть серию и сподвигнуть меня читать ее дальше. И давайте посмотрим следующую книгу, которую я возьму. Я уже решила, конечно, из этой стопки, что дальше будет. Я думаю, что нужно уже взяться за... Ой, не то. За Агату Кристи. Давненько она у меня лежит. Тоже в ней не так уж и много страниц. Она подходит под мой марафон тонких книг. Называется она «Труп в библиотеке», если на русский язык. Но мне, конечно, больше нравится перевод тела в библиотеке. Вроде как не так зловеще звучит. Но суть, конечно, одной и той же. И завязка сюжета здесь такая, что некая богатая семья просыпается, и в библиотеке, в их поместье, находит труп молодой женщины, которую никто из домочадцев не знает. Как она отказывалась там, кто ее убил, естественно, самый главный вопрос. Все мы узнаем из этой книги. Я читала только одну книгу у Агаты Кристи. Там был главным героем Эркюль Пуаро. Это убийство Роджера и Кройда. Мне она очень понравилась. И хотя я поняла, кто убийца, это мне не испортило какого-то удовольствия. Скорее, Агату Кристи я беру читать за атмосферу, за язык, за антураж некого, знаете, аббатства Даунтон. Просто чтобы получить удовольствие и быть знакомым с классическими героями, классических детективов. Тут немного больше страниц, чем в «Меня зовут Люси», поэтому, возможно, ее я буду читать подольше. Но ничего страшного. Вернусь к вам уже со своими впечатлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, совершенно неожиданно для себя. Я все-таки дочитала эту книгу Агаты Кристи «Труп библиотеки» за один день. Чисто технически, конечно, это было два дня. Там пару минут следующего дня я заняла из ночи. Но мне это удалось, что удивительно. Итак, по сюжету, в доме полковника Бантри и его жены Миссис Бантри в библиотеке находят труп некой блондинки, которую никто в доме якобы не знает. Все стрелки, естественно, показывают на полковника. Вся деревня начинает думать, что он завел себе молодую любовницу и придушил ее у себя дома. Он старается отбиваться от таких обвинений, но, конечно, его социальный статус, его репутация начинают страдать из-за того, что все считают его причастным к этому преступлению. Жена полковника, однако, довольно так возбуждена в восторге, что какое-то действие происходит. Но она понимает, какое разрушительное последствие имеет вот это дело для ее мужа. И поэтому она приглашает свою подругу, мисс Марпл, которую я упорно продолжала называть Миссис почему-то, чтобы пуститься с ней в расследование этого дела и помочь ее мужу. Постепенно мы узнаем, кто была эта девушка, что ее связывало с обитателями дома, может быть, вообще ничего не связывало, чем она была причастна к богатому отелю, который находится неподалеку от этой деревушки. И хочу сказать, что очень много каких-то различных персонажей, хорошо описанных, о которых я, естественно, рассказывать не буду, иначе это будет спойлер детективы вообще, да, такое дело неблагодарное так обсуждать. Но хочу как-то без спойлеров, без раскрытия сюжетов подсветить какие-то моменты, которые мне показались любопытными, интересными. И, возможно, те, которые мне остались непонятными или разочаровали чуть-чуть. Во-первых, по самому стилю описания мне нравится, как Агата Кристи высмеивает в своих книгах каких-то персонажей, предрассудки и предубеждения. Например, забавно, а с одной стороны даже страшноватенько, наблюдать за тем, как слухи о труппе библиотеки проникают по всей деревне и как люди выворачивают буквально правду наизнанку. С одной стороны, так смешно это выглядит, когда тебя это не касается, но с другой мы понимаем, что все эти сплетни имеют такое разрушительное последствие. Также Агата Кристи немножко так издевается над слоем джентри. Это такой социальный слой, состоящий из аристократов, дворян, которые в основном-то не работают, а получают свои доходы от дивидендов каких-то, инвестиций или земель, которые были переданы им предками. В общем, такие немножко бездельники богатые, и она над ними шутит, показывает какие-то их пороки, какие-то смешные стороны. И мне показалась такой любопытной фразой, когда миссис Бантри говорит про своего мужа, ну и что, что он посмотрит на молоденьких теннисисток, зато у меня есть мой сад. И также Агата Кристи смеется над клише в описании полицейских, в различных детективах, где их выставляют ничего не понимающими и не делающими тюфеками. Была такая фраза между героями, что ругать полицейских детективов уже не модно. И действительно, в среде героев этой книги есть довольно приятные профессионалы своего дела. Я бы назвала таковым суперинтенданта Харпера, если я правильно произношу его должность. Но, конечно, и он в подметке мисс Марпл не годится. И есть по-другому персонажей, которые неприятны или просто какие-то бестолковые. И что для меня было странно в этой книге. Во-первых, то, что на протяжении 153 страниц первых мисс Марпл появляется только один раз в качестве компаньонки миссис Бандри. А вот всё расследование для нас как бы представляет и ведёт в основном именно Харпер. Мисс Марпл в конце книги как чёртик из табакерки выскакивает и уже появляется с какой-то своей разгадкой. Также то, чего я не ожидала, что эта книга была немножко кровожадненькой. Тут был не один труп в библиотеке, а даже несколько. И от описаний способа убийств, как их находили, в голову лезут всякие предположения, как это могло произойти, кто это мог сделать. На эти тянет довольно интересный интригующий триллер. И какие выводы по книге у меня в общем и целом? Мне показалось, она очень увлекательной. Было такое ощущение, как будто бы я посмотрела одну серию какого-то детектива и щёлкнула я её буквально как орешек, что не ожидала совершенно от себя, с моими всякими отвлечениями постоянными. Мне понравилось то, что, как и в первой книге, которую я прочитала Агата Кристи, у каждого встречного буквально есть какой-то очень сильный мотив, который давал им возможность и желание совершить это преступление. И это делает, естественно, всю книгу намного интереснее. Нет такого, что я сразу догадалась, кто является убийцей. Я думала на всех. Скорее просто выстраивала в своей голове логические цепочки, а как это могло произойти, и все казались они правдоподобными. И парочка моментов, которые мне не понравились, так это то, что, как я уже сказала, Мисс Марпл здесь было довольно мало. Я читала эту книгу изначально для того, чтобы познакомиться именно с её персонажем. Но она для меня осталась такой фигурой незаметной. Все говорят, что она неузаурядный веней, который может благодаря своим какому-то чутью внутреннему интуиции разрешить буквально каждое дело. Но ты не совсем понимаешь именно механизм того, как она, например, раскрыла это преступление. Кажется, как будто все эти знания, все эти улики, какие-то догадки у неё приходят откуда-то из зне. Получается, какой-то бог из машины такой приём. И Мисс Марпл ходит под конец книги, улыбается загадочно и говорит, что я знаю, кто убийца, но мне нужен финальный такой штрих, чтобы доказать точно, кто он. Но при этом я не заметила, где этот финальный штрих был. Если вы вдруг читали эту книгу и помните, какой именно этот момент был, пожалуйста, напишите, потому что я так и не уловила, чего ей не хватало, чтобы просто открыть правду. И тот же самый случай, что и с Рудитом Иркюлем Пуаро, я не могу понять, нравится мне этот персонаж или нет. Она, конечно, какая-то своеобразная. Возможно, Агата Кристи хотела её такое писать, чтобы подчеркнуть такую незаурядность её личности. Но пока чисто по-человечески кажется, как будто бы мне она была бы не очень симпатична, возможно. Но до конца своего мнения я не сложила. И такое, наверное, самое главное разочарование, то, что в конце развязка меня не особо впечатлила. Мне показалось, что завязка сюжета и возможные расклады были намного увлекательнее и более интригующими, чем правда, которая открылась в конце. Она для меня показалась немножко нелогичной, что ли. Как будто всё объяснено и всё стройно, всё совпадает, но будто что-то меня коробит и до конца не даёт поверить вот именно в такой расклад. Такое впечатление, будто, ну, вот так это дело оказывается, распутывается. Ну, ладно. Я придумала уже себе в голове сотню более таких кровавых, страшных и увлекательных вариантов. Тем не менее, я насладилась этим чтением. Насладилась тем, что оно не отняло у меня слишком много времени. Мы можем внести смело эту книгу в список произведений на один вечер буквально. Пока я скажу, что из двух книг, которые я читала Агата Кристи, наверное, мне больше понравилось именно первое «Убийство Роджера Экруида», потому что там мы от начала до конца видели, как Эркюль Пуаро участвует в расследовании и раскрывает одну за одной деталь произошедшего. Но здесь выстроить целостную картину какого-то взаимодействия с Марпл и дело, полиции мне не удалось, поэтому осталось ощущение, будто персонаж делал именно полицейский. Мисс Марпл просто откуда-то сверху из космоса получал свою информацию. Если вы вдруг знаете какую-то книгу, которая написана с участием персонажа Мисс Марпл, но при этом она более динамично увлекательна и показывает глубже её персонаж, пожалуйста, напишите. Буду очень рада её прочитать. Пока что мне очень нравится марафон моих тонких книг. Оба произведения со своими какими-то недостатками, со своими прекрасными достоинствами, ради которых их стоит читать. Ну, а я перехожу к третьей книге и это «Голодный дом» Дэвида Митчелла. Да, тут даже на книге написано от автора «Облачного атласа». В принципе, вот у него я и читала только «Облачный атлас». Я решила знакомиться дальше с этим автором и эта книга что-то типа триллера, хоррора или ужасов, я ожидаю, по крайней мере, рассказывает нам о доме, который каждые 9 лет открывает свои двери. В нём живут какие-то загадочные странные брат и сестра и каждый раз они выбирают какого-то человека, чтобы пригласить внутрь. Обычно это бывает кто-то, кто страдает от одиночества, каких-то собственных проблем и мы не знаем, что происходит с этими людьми, когда двери дома закрываются. Насколько я поняла, там будет 5 историй каждые 9 лет с 1970 года и примерно до наших времён, как приглашаются разные незнакомцы. И от этой книги я жду, что она пощекотит мне нервишки и, возможно, также меня захватит и не отпустит, пока я её полностью не прочитаю. Хотя в ней на самом деле больше всех страниц из моих трёх выбранных книжек в ней 230 страниц. И так как я уже провожу полсубботы вне дома, я ещё даже не начала её читать, и думаю, что, наверное, всё-таки она у меня займёт не один день. Но как только я её прочитаю, как только я сложу своё впечатление, я обязательно с вами им поделюсь. И, как видите, мы прибыли в такое красивое место, чтобы снять этот выпуск. Это такое небольшое поле с миндальными деревьями. И мы были здесь уже в начале января, ничего не цвело, была только зелёная травка приятная, как будто весна. Мы решили вернуться сюда в середине февраля, когда начинается сезон цветения миндаля. И, на самом деле, здесь, конечно, только парочка деревьев, но всё равно очень красиво. Особенно мне нравятся вот эти огромные поля жёлтых цветов. Я думаю, что это рапс, возможно, нет. И я вставлю парочку кадров, чтобы и вы насладились этой красотой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Голодный дом Дэвида Митчелла». Книга рассказывает историю загадочного дома, который называется Slate House. Находится он на Slate Alley, то есть и название дома, и название аллеи, где он находится, совпадают. И через маленькую железную дверь, которая появляется в этой узкой, тёмной, страшненькой аллеи каждые 9 лет, бесследно пропадают люди. В этом доме, как уже сказано в аннотации, это не спойлер, обитают брат и сестра, которые, собственно, и занимаются этими похищениями. С какой целью, конечно, вам лучше узнать самим. Их история постепенно раскрывается по ходу сюжета, и поэтому лучше избегать спойлеров и не касаться этой темы в этом видео. Вся книга состоит из 5 отдельных историй от лица каждого из людей, которые побывали на этой аллее. Это и одинокий, слегка странный мальчик, травмированный разводом родителей, и его мама. Это полицейский после развода, который спустя 9 лет после пропажи мамы и мальчика напал на их след. Следующее десятилетие это кампании молодых людей, студентов, которые увлекаются всем паранормальным и узнали об этом доме, об этой аллее. Еще через 9 лет это сестра одной из этих студентов. И, наконец, это психиатр, женщина, которая изучала пациента, зацикленного буквально на вот этом всем доме и теории, которые вокруг него витают. Но там глава такая получилась необычная, со своими подковырками, тоже не буду раскрывать, чем именно. И если рассказывать что-то об этой загадочной книге с таким интригующим и постепенно развивающимся сюжетом, то это означает, что я буду вам спойлерить, чего я не хочу делать. Поэтому расскажу вам какие-то свои краткие выводы и впечатления. Те, кто не читал книгу, могут на основе них сделать свой вывод, читать или не читать ее в итоге. А те, кто уже познакомился с этим произведением, могут оставить комментарий под видео и сказать, что они думают об этих моментах. Во-первых, читать мне было ее очень легко. Я ее в итоге проглотила, конечно, за пару часов, наверное, и напомнила она мне какой-нибудь рассказ от Стивена Кинга. Проведу еще такой параллель, наверное, чем-то вот напоминает, возможно, концепция сюжетную линию с векной из сериала «Очень странные дела». Из всех пяти историй, я думаю, что третья и четвертая держали меня в наибольшем напряжении. Первые две, скорее, такие вводные, мы знакомимся с персонажем, постепенно что-то узнаем, а такое уже активное действие начинается, конечно, середина книги. И остановиться было сложно. Последующие главы я уже буквально сметала, быстрее хотела узнать, что там будет дальше. И мне понравилось наличие различных многоплановых персонажей, и это делает такую картинку более цельной и такой насыщенной. Кажется, как будто я посмотрела целый фильм за это время. Концовка произведения мне тоже, в общем, в основном понравилась. В ней есть в меру и, знаете, меда и дегтя, но чуть-чуть хотелось бы, чтобы она была поэпичнее, что ли. И в ней я вижу какой-то задел на будущее, может быть, будущие книги, какие-то параллельные истории. Потому что то, что мы в итоге узнаем, составляет довольно сложную и интересную концепцию, чтобы вот так ее бросать и дать зачахнуть этой идее в одной книге. Я знаю, что у Дэвида Митчелла есть еще одно произведение, которое называется «Костяные часы». И оно как раз-таки поддерживает ту вселенную, которая была описана в этой книге. Я не знаю, насколько они были раньше, кто раньше, кто позже был написан из этих книг. Но если захочется к концу нечто похожее, я знаю, куда обращаться. Там, конечно, уже свои персонажи, своя история, свои сюжетные линии. Они никак не связаны вот с этими людьми, но сам мир и идеи похожи, и это может быть интересно. Что еще, кроме отсутствия такой, на мой взгляд, мне не хватило эпичности в концовке, мне не понравилось, так это показалось каким-то корявеньким приемом, когда мы историю персонажа, брата и сестры, узнаем буквально из их собственных уст. Они как будто случайно, по неосторожности или в диалогах между собой раскрывают тем пяти героям, которые у нас есть в книге, кто они, откуда они вообще и почему, и что они делают. Это немножко казалось так неестественно, будто в лоб нам сообщают. И лишено элегантности, что ли. Впечатление искусственно создано в ситуации, чтобы мы узнали все-таки их предысторию, а не просто как-то органично, по ходу сюжета, узнавали, что и как. Возможно, это объясняется, конечно, маленьким объемом этой книги, что на какие-то там растягивания, долгие поиски, долгие выяснения не было времени, места, и надо было как-то вот преподнести информацию. В общем, получилась очень захватывающая книга. Мне понравилось ее читать. Опять же, потому что она не такая большая, я даже придираться к ней не хочу. Увлекла ли меня история? Увлекла. Было ли интересно и хотелось ли дойти до развязки каждого сюжета? Узнать, что произошло с каждым персонажем? Было. Не могла ли я ее в итоге отложить и ходила по дому весь вечер, пока не дочитала? Да, ходила и не могла. Так что я очень даже довольна. И подведу, наверное, какие-то итоги. Моего такого первого в жизни марафона тонких книг, вообще, какого-то книжного марафона. Я раньше так никогда не делала. Получилось так, как будто я их подбирала по цвету. В общем, чисто технически, если мы не считаем субботу, то у меня чтение заняло три дня. За четверг я прочитала Меня зовут Люси Бартон. В пятницу я читала Агату Кристи. В субботу я не читала, потому что монтировала и мы много ездили. А в воскресенье я прочитала Дэвида Митчелла. По времени чтение, мне кажется, заняло каждой книге около четырех часов. На английском языке эти книги вышли на 537 страниц. Если были бы русские издания, я посмотрела, там было бы 736 страниц. Это, скорее всего, объясняется трудностями перевода. Какие-то обороты лаконичные с английского языка на русский язык также не переведешь. Коротко и просто. И, возможно, издание с более крупным шрифтом. И обычно я боюсь проглатывать книги, потому что я опасаюсь того, что моя память просто не сможет усвоить большое количество информации за короткое время. И получится чтение просто ради чтения, что, мне кажется, лишено смысла. Но в данном случае, как и со всеми своими книгами, я веду заметки в телефоне. И после каждой части или главы, которую я прочитала, я открываю заметки и записываю какие-то основные сюжетные повороты, если я боюсь, что я их упущу потом. И забуду о них свои мысли, впечатления, какие-то вопросы, которые у меня возникли по ходу чтения, чтобы было потом к чему вернуться, пересмотреть еще раз. И в итоге КПД, мне кажется, всего процесса намного повышается. И мне понравилось так читать, насладилась процессом. Просто знать, что я со своим таким, знаете, попсовым СДВГ, это, естественно, не диагноз ни в коем случае, а просто, знаете, какие-то отголоски из рилсов таких популярных, где ты, да, думаешь, я точно так же отвлекаюсь постоянно, точно так же мне нужно себя усадить и сконцентрироваться на деле, чтобы влиться в книгу. Мне нужно какое-то время. Например, вот Дэвида Митчелла. Мне кажется, за все то время, какое я вам показала во влоге, я прочитала страниц 40. Основное действие, основной объем книги у меня пришелся именно на вечер, на ночь, когда я уже влилась и как бы книга меня зацепила. Тем ценнее то, что я не читала их без отрыва, как бы пытаясь отложить всю свою жизнь остальную. Скорее, органично как-то их встроила в свой, знаете, такой даже немножко ленивый распорядок дня и даже в выходной, потому что в воскресенье ни разу не сидела дома и все равно каким-то образом мне кажется, что именно вот «Голодный дом», который был по объему больше, но более захватывающим, чем другие два произведения, я, наверное, прочитала даже быстрее. Ну и сами книги меня, естественно, тоже порадовали. Если нужен какой-то рейтинг, давайте так составим. Меня зовут Люси. Мне кажется, я бы поставила 4 балла. Драматичная история, хорошо описанная, именно цепляет своими правдоподобными моментами в описании жизни человека, травмированного в детстве. Агате Кристи и трупу в библиотеке я бы поставила, наверное, 3-3,5 где-то балла. Интересно описанный сюжет, отличная завязка, но развязка и отсутствие Мисс Марпл как-то вот меня покоробили и не дают поставить больше. И «Голодному дому» я бы тоже поставила 4 балла, не потому, что это какое-то шикарное произведение, а просто за то, что оно смогло меня захватить и вот так вот держать, пока я не узнала развязку. А это тоже такое ценное чувство, когда книга вызывает такие вот эмоции и такое увлечение. Вот такой получился марафон. Надеюсь, вам понравилось. Если вы читали эти книги или какие-то книги у этих же авторов, можете посоветовать еще. Обязательно оставляйте комментарии. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх этому видео и увидимся с вами в следующих роликах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok